Программа «Среда» после небольшого перерыва вновь выходит в эфир. За это время там, где мы снимали пару предыдущих программ, последовали небольшие улучшения ситуации. В Сенгеле и районе, по уверениям Министерства природы, установлены новые мусорные контейнеры, а в Тагайскую больницу наконец-то строят хорошую асфальтированную дорогу. Однако, как оказалось, заброшенные властями уголки есть не только в районах области, но и в центре Ульяновска. Сегодняшний наш рассказ о микрорайоне, именуемом в народе Куликовка, расположенном между проспектом Нариманово и улицами Урицкого и Карла Маркса. В дореволюционное время на этом месте располагался город-сад. После революции микрорайон развивался иначе. Рассказ товарища Хренова о Кузнецк-строе и людях Кузнецка сбылся не в Кузнецке и не совсем так, как рассказывал герой стихотворения Владимира Майковского. Он сбылся здесь, в Ульяновске, на Куликовке, в микрорайоне, который не полностью обозначен на картах города. Купец-старообрядец Куликов, некогда владевший этими землями и разбивший здесь сады, давно почил, как и сами сады. Однако часть этих земель городские власти считают зеленой зоной, называя ее то парковой, то оползневой. На вопросы о конкретных адресах чиновники отвечают – этих домов нет. Помните песню из сериала «Бандитский Петербург», где Игорь Корнелюк поет о городе, которого нет? Городские чиновники города Ульяновска говорят о том, что этой улицы нет, что постройки здесь возведены незаконно и 20-30 лет назад. Я думаю, что адрес 1-й западный пригород 19 доказывает то, что люди здесь жили уже сотни лет назад. И продолжают жить. Однако все чаще у них возникают проблемы. Например, с интернетом. Провести его сюда компания Ростелеком отказывается, ссылаясь на отсутствие технических возможностей. А городские власти на просьбы о помощи отвечают – вас нет на карте, здесь парковая зона или оползневая. В общем, улицы нет и проводить сюда ничего не нужно. Ну и, соответственно, нет улицы, нет жителей, не нужна и дорога. Именно поэтому эту дорогу не хотят ни ремонтировать, ни разравнивать, ни отсыпать асфальтовой крошкой, ни даже чистить зимой. Жители этих домов, которые есть в кадастровом плане, вынуждены чистить эту дорогу лопатами собственноручно. Этих улиц нет, не было и не надо. Газовики и налоговики смотрят на это иначе. Первые провели и успешно обслуживают газовые сети, вторые исправно присылают квитанции на оплату налогов за владение недвижимостью. Почта России тоже знает о существовании этих адресов. У домов есть почтовый индекс. Кстати, в предвыборное время и власти вспоминают, что где-то здесь живет часть электората. Я тут стоял, снег греб, он подошел, за меня проголосуйте, я вам сделаю тут дороги. Ну, сколько там депутатов, так вот. Дороги в микрорайоне – отдельная тема. Улица Лермонтова, например, вымощена булыжником еще в позапрошлом веке. Ходить по нему трудно. Люди, особенно пожилые, часто падают. Однако на других улочках еще хуже. Даже руку ломала, представляете? На этих кирпичах? На этих кирпичах. А что-нибудь как-то обращались к городским властям кому-то? Я не знаю, они вот писали, нет ли. Писали, писали. Писали. Ну, плохо. Вот когда дождь, тут вообще воды полно. И там, а там грязь непролазная. Там не пройдешь. Если пройдешь, так надо обязательно в резиновых сапогах идти. Жители считают, что власти о них просто забыли. Или, выражаясь молодежным сленгом, на них забили. Многие здесь, как говорится, обращались и писали. Но качественных изменений пока не видят. В администрацию у нас женщина сейчас в Адмир уехала. Она сейчас здесь живет. Здесь у нее там написок, писем этих морев. Никто, ничего. Депутат городской думы Антон Антипов, тем не менее, о проблемах жителей знает. И по мере возможности решает. Совсем недавно проведен ремонт дорожного полотна отдельных участков микрорайона. Проблема глубже, считает народный избранник. Починить ничего нельзя, пока не будет налажено водоотведение. Только в одном шестнадцатом году туда было завезено порядка ста самосвалов асфальтового гранулята. Это почти две с половиной тысячи тонн. Весь этот гранулят, он был смыт. Тогда, когда обратился в начале августа в СМИ, обращение моё услышал губернатор Ленинской области Сергей Иванович Морозов. И он организовал выездное совещание всех крупных чиновников, начиная от главы города, заканчивая профильными министрами, и начальниками управления. На этом совещании было принято решение на 2019 год, пока временное. Нужно оборудовать основные пути схода воды водоотводными валиками, для того, чтобы они сходили вниз только по улице Верхнеполевая. Это дало возможность отремонтировать улицу Крупской и переулок Белово. Фундаментальное решение будет принято в 2020 году. Это вызвано тем, что для его притворения в жизнь нужно отремонтировать всю улицу Верхнеполевая. А это невозможно, пока электротранс не заменит на дороге железнодорожное полотно. Полотно транспортники будут менять следующим летом. Именно тогда жители и власти, наконец, получат шанс навести порядок в микрорайоне. Причем жители далеко не последние в этом вопросе. Они могут создать ТОС и привлечь к себе внимание, как это, например, сделали и в микрорайоне Мостовая, в котором после полной разрухи всего за несколько лет появились качественные дороги. Пока же Куликовка не только центр города, но и островок дикой флоры, а главное – фауны. Второй западный пригород – это граница двух сред – обитаемый и дикой. От дикой природы жители центра Ульяновска вынуждены огораживаться импровизированными заборами и земляными укреплениями, чтобы дикие собаки не нападали на дома. Как это ни странно звучит, но все это присутствует сегодня и сейчас, в 21 веке, в Ульяновске. Будучи давно в запущенном состоянии, Куликовка и в самом деле одичала. Разгрести завалы, которые создавались многие десятилетия, в одночасье нельзя. Однако работа, по словам депутата, ведется. Ежемесячно мы направляем письма на имя ИП Мадьякина и в комитет по управлению, и в комитет по управлению дорожного хозяйства, который разыгрывал, то есть комитет ЖКХ, который разыгрывал этот конкурс, о том, чтобы осуществляли отлов. У меня переписка есть целая, где каждый раз нам показывают ответы о том, что там 5-7 безнадзорных животных поймано. Когда сюжет уже монтировался, Ростелеком прислал нам ответ на просьбу жителей провести интернет. И, как оказалось, организация примкнула к тем, кто о жителях заботится и помнит. На первый западный пригород 25 проведут интернет. Пока АйДСЛ. Жителям Куликовки, которые пожаловались нам на то, что Ростелеком не хочет проводить им интернет, пришел ответ от Ростелеком, но на наш адрес. Добрый день. В ответ на ваш запрос сообщаем следующее. Для подключения абонента к сети интернет необходимо наличие линии связи в конкретном районе города или области. Некоторые районы города Ульяновска, в особенности частный сектор, не имеют технической базы для подключения к цифровым услугам. Жителя первого западного пригорода 25 компания имеет возможность подключить к интернету по технологии АйДСЛ на скорости до 8 мегабит в секунду. Конечно, это не новейшие технологии, однако гораздо лучше, чем ничего. В сухом остатке о проблемах Куликовки помнят и по мере возможности их решают губернатор, депутат, газовики, Ростелеком. Городские же власти пока не удосужились даже присвоить какой-либо статус части территорий, где более ста лет стоят дома и живут люди. Редактор субтитров А.Семкин